ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На чём мы остановились? Так, тут Тоня стоит, всех ждёт, а мы пойдём сюда. Но ты позвала меня не из-за руды, обозначь своё истинное намерение, Клара. Верно. Я хотела, чтобы господин Сварак увидел, что из-за жилы пострадало много шахтёров и бродяг. Можете им помочь? Сварак, в прошлый раз мы так и не договорились. Взяли подчинённых Дикого Огня. Ваше сопротивление бесполезно. Результаты моих расчётов однозначен. Оставаться в подземье – оптимальная стратегия выживания. Не очень легко тебя отыскать, бригадир. Какой подходящий тон для нашей первой встречи, я тебя запомнил. Вечерочек, ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем играть в Конкастер Рейл, и идём к книгам. Но прежде чем начнём, сообщаю. У меня есть страница на Бусте. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Бусте. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Дискорд для общения и обсуждений Конкастер Рейл, хорроров и много чего ещё. Жду тебя там. Все ссылочки в описании. Книги, давай, быстренько, быстренько, максимально. Записи смены в большой шахте. Вы не нашли записи о других сменах, кроме смены на этой странице, но даже эта информация кажется очень старой. Дата 23 сентября, 687 года. Дежурный Алекс. Смена ночная. Содержание работ. Закладка заряда. Примечания детонирующие заряды заложены. Завтра не забудь передать технику для проверки, в потёмках плохо видно. И, кстати, кто-то собирается в новый бойцовский клуб после работы. Дата 24 сентября, 687 года. Дежурный Андре. Смена дневная. Содержание работ. Взрывные работы. Примечания. Один из детонаторов треснул. К счастью, всё окончилось благополучно. А то бы все отправились на тот свет. Алекс. Хватит целый день думать обо всяких глупостях. Сегодня это чуть не стоило мне жизни. Дата 24 сентября, 687 года. Дежурный Стив. Смена ночная. Содержание работ. Уборка шлака. Примечания. Я принёс пару бутылок крепкого и спрятал их в убежище. Ещё там немного мяса. Пещерные саламандры. Как раз хватит перекусить. Дата 25 сентября, 687 года. Дежурный пик. Смена дневная. Содержание работ. Бурение в рабочем забое. Примечания. Вкусно. Дата 25 сентября, 687 года. Дежурный муча. Смена ночная. Содержание работ. Бурение в рабочем забое. Примечания. Сходил бойцовский клуб. Кушно. Дата 26 сентября, 687 года. Дежурный Орга. Смена дневная. Содержание работы. Закладка заряда. Примечания. Все детонаторы проверили. Меня перевели на другую смену. В этот раз за подрыв будет отвечать Алекс. Не съедайте все запасы в убежище, а еще с этих пор общение в примечаниях запрещено. Дата 26 сентября 687 года, дежурный пик, смена ночная, содержание работ, удаление шлака. Примечание вкусно, но закончилось. Дата 27 сентября 687 года, дежурный Алекс, смена дневная, содержание работ, взрывные работы, примечание, если кто-то слабак, не стоит жаловаться на других. С моими донаторами никто, никогда проблем не было и не будет. Окей, хорошо. Так, еженедельник шахтера, специальный даблод, созданный бригадиром шахты, в нем подробно излагаются важные новости о производстве и деятельности шахтеров. Так, выпуск 205, еженедельник шахтера, выпуск 205, оборона 699 года. Уничтожены все гнезда скальных крабов в большой шахте Камнеграда. По состоянию на 17 ноября 8.00 последнее гнездо скальных крабов в большой шахте Камнеграда было уничтожено. Примерно в августе этого года шахтер Стив и его напарники обнаружили гнездо скальных крабов в горнодобывающем районе во время смены и тотчас же угостили всю бригаду большой шахты вкусным ужином. После этого в процессе добычи рабочие то и дело обнаруживали гнезда скальных крабов. Ранее корреспондентам газеты удалось узнать, что административный комитет большой шахты решил подавать рабочим на ужин скальных крабов, запеченных в соли на протяжении трех недель к ряду. Итак, неожиданная удача обернулась катастрофой. Однообразная пища вызвала недовольство шахтеров. Рабочие, пожелавшие остаться анонимным, хоть приготовьте по-другому. Как можно каждый день есть мясо, запеченное в соли? В ответ на этот комитет ответил следующее. Не нравится? Готовьте сами, а иначе жуйте скальных крабов да помалкивайте. Недовольство шахтеров скальными крабами нарастает. К сожалению, если в будущем шахтеры соскучатся по его вкусу, шанса отведать скального краба им больше не выпадет. Разрастание гнезд скальных крабов может привести к обрушению шахт. Бригадир большой шахты совместно с руководителями наконец-то пришли к решению. Для обеспечения безопасности шахт следует полностью устранить скрытые угрозы. В настоящее время все гнезда скальных крабов в большой шахте Камнеграда уничтожены. Протечка в большой шахте Камнеграда. Фахтер Пик, оказавшийся под завалами, спасен. Утром 19 ноября в забое 47.07 большой шахты Камнеграда произошла утечка воды. Подача воздуха в забое была перекрыта, а с шахтером Пиком была потеряна связь. Получив сообщение об аварии, «Дикий огонь» немедленно направил на место происшествия поисково-спасательную группу и обратился к бригадам большой шахты с просьбой о помощи. Члены спасательной группы и шахтеры с совместными усилиями смогли разрешить данную ситуацию. Были приняты строгие меры предосторожности, чтобы предотвратить последующие несчастные случаи. Проводилось осушение затопленной территории и поиск попавшего в ловушку шахтера. Через 32 часа оказавшегося под завалом шахтер удалось спасти. На момент данной опубликации медицинские показатели и моральные состояния шахтера в норме. По словам шахтера Пика, в момент аварии он крепко спал, что сохранило его психическое здоровье, пока он был под завалами. Действия шахтера являются серьезным нарушением многих требований руководства по технике безопасности шахтеров, однако, к счастью, никто серьезно не пострадал. Соответствующее дисциплинарное взыскание будет исполнено после выздоровления шахтера. Атаки монстров фрагментума на Заклепкоград усиливаются. Соткновение между Заклепкоградом и монстрами фрагментума ужесточается. Согласно информации о Дикого огня, монстры, вторгшись в Заклепкоград, начинают покидать город. Благодаря транспортной блокаде на главной дороге, небольшое количество этих безмозглых тварей, выбравшись из города, было уничтожено Диким огнем. Много лет назад Заклепкоград был полностью захвачен монстрами из фрагментума и заброшен. Просим всех шахтеров держаться как можно дальше от этого города. Не поддавайтесь искушению пробраться туда за имуществом. Помните, что ваша безопасность важнее. Окей. Пойдем дальше. У нас там много-много-много чего. Сначала мы заберем достижение. Смотри, ветряной победитель 1, одолеть 20 противников ветряным уроном пробития. Окей. Мусорный фетиш, даже у мусора есть применение. Используйте мусор для синтеза расходных предметов в 10 раз. Так, дальше что у нас? Письма. У нас письма дальше. Недействительный промокод. Как это недействителен? Давайте мне все, что мне положено. Не так уж много всего мы получили. Ну да ладно. Я просто не вижу смысла читать там кучу-кучу сообщений. Прыжки. Сейчас мы вернемся к прыжкам. Не будем терять время. Смотри, мы стервал уже проходили. Поэтому давай пойдем по вот этим вот ребятам. Яшма. Первый у нас Яшма. Не теряем времени. Пойдем, пойдем, пойдем. Возможно мы ее будем выбивать. А возможно не будем выбивать. Посмотрим. Использование атак может активировать бонус-атаку. Члены отряда позволяют Яшме проводить больше бонус-атак. Повышает скорость членов отряда. И позволяет их атакам наносить доп. урон. Так, смотри. Я еще надеюсь, что микрофон будет у меня нормальный. Ух ты. Вау, она цепью бьет. Я надеюсь, что урон будет у меня нормальный. Блядь, урон на микрофон. Потому что у меня он что-то опять... Ух ты. Потому что он мне опять начал дурить. Я никаких настройок не менял. Просто обновилось все без. И у меня что-то микрофон начал очень странно себя вести. И я надеюсь, что все пройдет более-менее безопасно. Я просто много чего пытался сделать, но... Микрофон стоит как и стоял, а... Он начал как будто захлебываться. Это максимально неприятная ситуация. У меня идут сборы на новый микрофон, но это пока так медленно, так сложно. Она хорошо так бьет, кстати, я что с бонус-атаками. Читая, она пойдет на замену в этой... Как ее? Химеку. Давай-давай, делай что-то делай. Змейка. А, она змея-змеями там бьет. Это не цепь, это змея была. Давай. Сдавным никого не надо восстанавливать. Бей потихонечку. А, она же лечит. Ну ладно, лечит. Вот микрофон меня просто нахер подвел. Так что надеюсь, что все будет более-менее адекватно. Ты меня будешь нормально слышать. Если что, я еще попытаюсь что-то с ним сделать во время... Во время этого монтажа, но получится ли... Вопрос очень хороший. Я надеюсь, что очень все получится и микрофон хотя бы будет адекватно. А, что у вас так много, Алешки? Давайте, до свидания. Вообще офигели. Три волны, вы че? Она неплоха. Она неплоха, она мне нравится. Ее можно будет попытаться получить. Жалко, блять, что они... Атак Аргентия. А что они не как охерон. Можете использовать более сильную сверхспособность из расходового большей энергии. Чем больше поражено противников, тем больше восстанавливается энергия и тем сильнее повышается фактический шанс. Ну ты тоже, конечно, нормально. Рыцарь, еб твою мать. Посмотри на него. Ух ты ебать. Ослабление. Ослабление че, его? О, угол в окружении. Лох. На. Вот так. Так, а что ты делал? Так, нам Наташа пока не нужна. О, поддерживай его. Это правильно. А ты давай, групповая сначала. Ого. А ты не кажется, что ты очень мощный. Чересчур я бы даже сказал мощный. Ну, здрасте. Мы все, прошли. Не, давай ты поддержишь ее. Просто сколько волн здесь будет. Давай просто атаку глянем. А, нормально, три волны. Окей. О, это красиво было. Так, ты что делаешь? Ага, поддерживай. Кого ты выберешь? Ну, конечно, его. Давай. Все? А он тоже ничего. Но он этот. Еще? Я не понял. Почему у него подряд они так набирают? Хорошо. Подержи его. А, ну давай потихонечку мы будем снимать, что делать. Что нам-то? Поддержи Наташ. У нее ничего нет. Никаких штучек. Приколючек. Рано у нее набралось два раза. Ой-ой-ой-ой, я еще умрет, нифига себе. Так, давай ты будешь лечить, король. Нам надо вылечить. Это довольно важно, оказалось. Так, ну ты ничего не можешь делать, значит бей его. Подержи его еще. Вот у него. Это разные мечи. Там внизу разные мечи. Но нам только его уголотить-то. Давай его восстанови. Ага, давай, давай, давай. Но тут одни какие-то поддержки. Потому что это он не справляет. И сегодня еще пойдем уже, наверное, по сюжету. Вот это вот сделаем. И пойдем дальше, как положено, по сюжету. Просто у него красивая вот эти заставки. Очень красиво. Мне нравится. Классно выглядит. Так, пойдем дальше. Кто у нас? О, Наташа. Ясно. Ясно. Наташа. Расстанавит HP всем союзникам, можно снять ослабление с одного союзника. Спасибо. У нее медведь на жопе. Так, а ты что делаешь? Ого. Ух, 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 стреляй. Хотя, я думаю, она будет лечить. Давай, у нас тут есть время поговорить с тобой. Кстати, если ты в группе ВКонтакте, там есть у меня обсуждение. В моей группе ссылочка есть в описании. Там есть обсуждение. Где ты можешь оставить свой ник и попасть в мое видео. Чаши-листы. Мы будем в том месте проходить чаши-листы. Ты мне в этом поможешь. И если ты оставляешь там свой ник, убедись, что ты у меня есть в друзьях в Конкае. И что у тебя ник не поменялся. Потому что так у меня один человек указан. Ой, Наташа, лечи, пожалуйста. Я сейчас запизделся. Один, получается, человечек указал твои контакты. А я не могу его в чашелисты. Потому что в друзьях у меня почему-то нет. Причины, конечно, могут быть разные. Там могло быть и 100 друзей. Я не смог добавить. То есть, ну там куча-куча может быть вариантов. Дальше у нас А-100. Которых я путаю с герцей. Они, блядь, для меня почему-то похожи. Повышать силу атаки всех союзников пропорционально количеству пораженных атакой противников. Повышать скорость их стоит. Вот поэтому не забывай. Не забывай. Это все, как бы, если оставляешь твой ник. То, чтобы он был активен, то он именно такой. И что ты в друзьях у меня имеешься. Отскок. Это на всех. И давай на всех. Лишним не будет. Поэтому вот так. Поэтому могли сегодня быть чашелисты. Но, к сожалению, никого у меня нет. Поэтому в друзьях человек у меня нет. Поэтому это уже будет в следующий раз. А пока что... Давай вот так. А пока что... Пойдем, значит, по сюжету. Бля, надо было отскок делать. Ладно, херст. Так, птицки восстановились. Но это не беда. Клину гостил. Ай, кровушка не поступает. Так, давай ты оскок. Тех вот так. Раз, два, три взяли. Опа. Ты давай вот эту пробиваешь. Супер. Давай вот эту бьешь. Отлично. И это вот так. Раз ее хлопок. Все. Быстро довольно-таки прошли. Я надеюсь. Ну что? Бриллиантовое членство между звездами мира. А, это то, что я прохожу испытания. Смотри. Мне понравилось. А, ой, давай-давай, стой. Яшма? Она что-то крутая. Бриллиантовое членство между звездами мира. Получите в общем-то 10 миллионов кредитов. А, это я думал за испытание. Ну ладно. Кто там еще что-то было? Нет, мне что-то, мне что-то показалось не то. Нечет показалось не то. А, так. Прыжок. Так, это к ним все, да? Это все к ним. Ну слушай, я предлагаю. Я предлагаю. Терачить ее. Она мне понравилась. Давай. Прыжок. Здесь. Пошли. Эй, будь что будет. А вдруг мы с первого раза выйдем? Будет вообще здорово, я считаю. Но музыка не изменилась. Кстати, я еще думаю. Тут новости про блокировку ютуба идут. И знаешь, что я подумал? Возможно, если на бусте можно выкладывать именно не с ютуба видео, а именно загружать в бусте, то скорее всего, сколько-то 4 звезды, то скорее всего я еще буду туда дублировать. На всякий случай. Поэтому ссылочка на бусте есть. Я не буду, конечно, их скрывать там за подписку эти видео, потому что это стандартное видео. Поэтому, если что, имей в виду, то там можно подписаться без денежки, без подписки. Просто подписаться. Но если ты хочешь подписаться именно с денежкой, то тоже буду очень признателен. Это очень-очень поможет продвижению канала. Так, значит, берем мы... Подожди. А я должен так делать? А я должен так делать? Пожалуйста, подтвердите. А, у нас еще серый, да? У нас еще серый. О, давай еще серый. Давай, а там Химеку мне выпадет, который мне нахер сейчас не нужно. Потому что я уже решил, что там будет яш. Да, они же там еще... Химеку с Астой мне там в комментариях объясняли, что Химеку с Астой и так взаимодействует, потому что Химеку там снимает какой-то определенный урон. Или там... Ну, такая-такая штука. Что... О, Лоча. Это же для тебя. Ты же у меня есть. Что не со всеми так будет работать, что Химеку херах-херах-херах. Потом... А, это... Какой? Герта-херах-херах-херах. И все они крутые. Нет, так же не будет работать. Так. Четыре. Давай в магазин. Быстренько, значит, мы возьмем еще вот эти штуки. Раз мне хватает. И у меня еще... Можно сделать прыжок один, да? Нет! Блядь! Ой, один! Блядь! Ладно. Лети. Музыка не изменилась. правильно не что-то дали да а нет фиолетовый читаю стене то все все параша а так то есть магазине вот это я не трачу вот здесь вот здесь как раз я буду тратить пока метам 5 давай 5 хотя в целом как бы мне ни нахер не нужны я могу просто купить кучу билет а давай еще пять то было красиво чтоб красиво выглядела давай еще 5 не знаю будем ли мы так заморачиваться как ахер он погнали дайте мне пожалуйста ешь моим пойдем играть не хочу тратить много время а мы скорее всего будем тратить много времени эти кружки это вообще тебе интересно не стоит пропускать тебе вот интересно смотреть ожидании что она будет в комментариях напиши и кстати кстати лайк лайк тоже поставь это очень помогает вообще заряжает делать что-то дальше поэтому лайк обязательно поставь если еще не поставил и напиши в комментариях вообще как тебе интересно смотреть на эти кружки мы давно никого не крутили между прочим я даже не помню кто последний был очень нет не помню я чего не хотите не давать никого смените музыку дать яшку дом сложно что ли а без таковой яшку погоди у нее какой урон вообще сейчас наберу этих наташ выбрал он дал хорошо еще потом нужно по прокачке смотреть а еще для ганты мы можем взять крутой крутой этот а можно сразу оттуда а вот так можно пополнить до 1600 нефрита ёб твою мать до 10 штук это действительно так стоит или это потому что я хочу ускорить да нет 1600 так и стоит ну ладно тут у меня уже очень мало нефрита было было 6000 блять яшку стоит того или нет у меня появляется сомнений уж у нее крутки могут блять я могу все потратить она не появится это не прикольно нифига ни разу ну ладно давай смотреть быстрее 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 что-то вот-вот стервал ясно а куда девать дальше вот у меня все и долоны сервал есть куда уйдут они дальше или меня не будет она больше выпадать там же 6 идолонов типа в общем может быть давай еще раз а ты сразу же используешь окей музыка не сменилась устану яшма крутая просто я забыл вместо кого ее можно поставить а для контента я уже говорил возьмем конус он у герты нас ждет надо будет не забыть его взять опять сервал да нахер ты мне нужно дайте яшму суки она неплохо так била пока давай давай я посмотрю вообще какая яшка ага ага так она у нас если что смотри она нас есть что у нас есть где отряд где ебаный отряд вот он она у нас если что лучше лечит это усиляет вместо рацию что она пойдет да да если что она пойдет вместо рацию пойдем прыгать дальше а ну последний раз последний раз прыгаем попадет будет отлично не попадет ну не судьба значит она не попала а я на нее уже понадеялся но вроде как это все суммируется и должна попасть покойно читаю мне эти конусы ваших лишь вы ехали мне нахер не нужны мне нужны персонажи даже персонаж не дали только конус они отдали аст ну спасибо а и сколько я могу взять потому не хочу прыгать не вижу смысла в этом ой же делаешь мини где это вот здесь а так один вообще могу взять фу нахер идите так окей все просрали все нахер давай зайдем туда заберем что нам тут положено забери получить выходим персонажа давай всем запихнем идолоны а фармакологическая экспертиза после атаки противником если текущий чпи ниже или равно 30 процентов восстанавливать себе 15 процентов и чпи плюс 400 и чпи этот эффект может работать только один раз за бой все да дальше у нас кто сервал на без первого становится 4 единицы энергии каждый раз когда срабатывает дополнительный урон ее талант а еще на спи сердцебиение шестеренок уровень навыка повышается на 2 максимальный уровень 15 уровень базовой атаки повышается на один максимальный уровень есть все да отлично и аста так безмолвная песня звезды навык аста наносит урон случайному противнику один дополнительный раз и еще у нас есть стремление луны к личности после использования сверхспособности уровень заряда аста не уменьшается в следующем ходе ну и хватило вас реликвии реликвии мы на своих ребят наденем что за фигня реликвии я посмотрел для ганты нужны вот это вот это нужно для ганты я смотрел вообще как их про качество не надо мне тут рассказывать такую чепуху я смотрел специальные эти это официальные вот это что ему ганты пройдет это вся фигня от учета раздают праздничные что ли вор падающего метеора а если я рекомендую не свободного места убери я убрал убрал вот это убери вот это убери на день а ну нет вы мне вон что-то даете все равно это точно ему надо вот это который тут можно купить это для него вот это тебе держи а лучше у нас у него все супер если он щиты вообще ставит так все теперь погнали по сюжету это нам идти куда нам идти вот сюда свидание на закате или или партия поближе пожалуйста оформить хочу поближе так не гуляла мы с тобой только подружились а уже вроде пони запомнил это я помню никогда бы не подумать отстань не мешай у меня деньги вообще есть нет вот мне нужны вот эти тяжелые перчатки и пиона на грудник чемпиона это все нужно надеть а подожди плять магазин магазины нам нужно вот это а мы не можем магазин а можем мы можем магазин герты попасть через журнал путешествий виртуальная вселенная вот магазин герты пожалуйста у меня накопилось 8 подтвердить а когда владелец использует атаку его сил атаки в этом бою повышается на 8 процентов этот эффект может складываться до четырех раз когда владелец пробивает уязвимость противника наносимый урон повышается на 12 процентов на два хода подтвердить пятизвездочный как удобно так это есть теперь мы выходим и идем ганты прокачиваем ему меняем сменить где-то мой пятизвездочный вот этот мини усилить максимально его повышаем наложить конечно его не сможем а еще мне там что-то говорили что можно наложить то мы можем у кого устилить нет нельзя наложить персонажи вот это получается того фонус усилить наложить нельзя а у тебя сменить а что-то там можно было сменить путь изобилия сопротивление аффекта владельцев на 16 процентов перечислить на 33 процента от запретили так ну так а там уже лочен арестован все это для это вообще для него но это же он он усилий пожалуйста оформите возвышаем повышаем все идеально вот так я знаю вот так и прокачивать и вон только у кого-то появилась яшма они уже до 80 уровня она только только появилась я знаю вас всех вы все так делай пойдем между нами девочками поговорим и по ты долго мы не можем быстрее не похоже что мы с тобой гуляем давайте хоть догоню продаги большой шахте должно быть в отчаянии я удивлена что они охотятся за шахтерскими бригадами такой ноутбук горячий но как бы им не было плохо преступление есть преступления такой сложной ситуации должен быть баланс между законным и здравым смыслом я тебя понимаю да я тебя догоню что ты мне вармут как долго сможешь продержаться с вашими нынешними запасами это взяли и плёд щеманула я поняла я пойду закрепка град и верну то что принадлежит тебе иди в эти ночку опасно проси олега выделить тебе кого-нибудь напарники ребят из дикого запад и дикого запада блять ребята из дикого огня последние несколько дней почти не спали пусть отдохнут в таком состоянии они будут только мешать тому же ты ведь говорила что некоторые шахтеры серьезно пострадали нельзя рисковать их жизнями а мы тут как тут послушали разговорчики краю какие-то проблемы да мы вовремя вот тогда пожалуйста пойдем я там еще не был вы же отдыхали зачем вышли в такое время кто-то задумали мы просто гуляем потому что нам не спится пустые обвинения держи при себе пожалуйста тогда гулять и в другом месте полегче селем вдруг они смогут помочь мы всегда готовы помочь госпожа наташа таким люком я не помогаю нет проблем мы поможем с чем угодно вот так давай я от ей души хочу помочь а вот как а ты прямо как герой и просто да я даже сказал так же дело вот в чем клиника забита людьми пострадавшими в результате взрыва на шахте тех пор как вы помогли все утрясти мы зале занимались ранеными как вы знаете под землей не хватает ресурсов взрыв произошел внезапно и понятное дело медикаментов клиники заканчиваются нам нужно как-то пополнить припасы под землей есть другие города пусть там подрастает медикамент давай вот так а сам по хера тут бегает прыгает вы плохо его знаете в важных делах нельзя полагаться на таких людей как сам по по мере того как фрагментом распространяется появление появляется все больше монстров которые создают проблемы для всех городов вот откуда столько бродяг в шахтах фрагментом поглотил ресурсы города теперь чтобы добыть хоть что-то людям приходится рисковать жизнью не злись так зеле это вредно для здоровья тебе врач говорит вообще-то мы зеле не из этого города мы обе родом из промышленного города на севере несколько лет назад фрагментом начал просачиваться в центр города раньше я заведовала там приютом и клиникой но после того как фрагментом разъел местность мне пришлось переехать сюда в камнеград чтобы спасти больше людей я должна выжить сама отправиться в съеденный коррозии город за ресурсами я взяли я тоже помогу хорошо каков план угол какая-то шустрая вот и быстро я смотрю-ка я тоже хочешь по тем у тебя такой стал и вид и я не говорила что тебе можно пойти с нами на карту поставленной жизни людей почему бы не принять помощь а еще я знаю как совладать фрагментом это бы пригодилось ну только не путаетесь под ногами разделе не отказалась напрямую значит что она не против вашей компании не спокойнее знать что вы будете с ним пойдемте я дам вам список материалов которые нам нужны пойдем вместо куда вы отправляетесь отправить называется заклепка град следуйте за по тропинке через горы на север и вы попадете туда дай подумать у меня почти закончились петеорические пластины и бинты для фиксации переломов в центре заклепка града есть рынок жители оставили там груды материалов когда уходили поищите там ой а еще медицинский спирт я всегда держала несколько бутылок в приюте так что детки сейчас дрались так как детки сейчас дрались но не взяла с тобой как добежала весь он еще не испортился и наконец обезболивающий в старой лаборатории должна храниться целая куча надеюсь его не уничтожили монстры этого должно хватить чтобы продержаться еще немного будьте осторожны и берегите себя металлические пластины и бинты медицинский спирт и обезболивающие понятно лихотня пойдемте если выйдем сейчас успеем вернуться до заката чем раньше мы поможем раненым тем скорее забуду их душераздирающий стон пойдем если бы мы не приходить не проходили мимо ты и правда собралась в веточку струнстов по фрагментам конечно было бы из-за чего что поднимать мне не впервой так вы поговорили дать я статашу говорю это так безрассудно правилам с ребра грибы стражи любая экспедиция во фрагментам должна быть в отряде из четырех человек в офицер и офицера связи как это правило с ребра грибы стражи меня они не касаются спасибо если бы не встретили вас двоих взяли пришлось бы одной отправиться во фрагмент я знаю не первый раз она с этим сталкиваться на при мысли о том что она будет сражаться с этими ужасными монстрами я просто не нахожу себе место кажется она тебе очень дорога я думаю она справится но она выросла у меня на глазах я не хочу чтобы с ней случилось что-нибудь плохое взяли с детства города импульсивно незнакомцев она к тебе не подпускает к ней можно смело доверить свою жизнь побудьте с ней рядом и вы сами поймете так побежали хорошо я правда очень надеюсь не подвисать пожалуй я правда очень надеюсь но микрофон не будет захлебываться и будет нормально вроде бы не весь нормально убежать вот это что федора федоре на горе знаешь такую спаду федора только языкового модуля не хватает ну и где его возьму языковой модуль не беспокойте да это есть на чего не хватает на такой модуль сейчас нелегко достать ох вот же головная боль мат и здесь откуда ты ведь не слышал то я сейчас сказала наверное нет почему-то так переживает так ты все слышал неважно даже если ты и знаешь не такое уж это и большой секрет похоже ты здесь новенький могу я чем-то помочь языковой модуль у меня я хочу спросить тебя и механик а как же только механики могут делать роботов ну многие среди бродяг тоже умеют но я не такая как они а эти ребята делают роботов только для битвы модифицированных роботов созданы ими машины дерутся друг с другом надо самого конца я не понимаю таких развлечений вот этой смотри я закончил создание роботов а мы можем не выходить из разговора просто вернуться в меню прошлое языковой модуль у меня оба и вот я искала с ним я смогу прозвучит странно но можешь отдать мне его пожалуйста это для меня очень важно бери к нему прикреплены какие-то струны разумно тогда называй цену я соберу деньги с чего бы мне это не стоило причем твой посмотрим когда закончу спасибо ты так добр я возьму эту деталь мне очень пригодится но если мы хотим создать робота способного отвечать на эмоции то модуля будет недостаточно верно нам нужно написать по для эмоций и внедрить их робота помоги пожалуйста если у тебя есть время я с тобой поторговаться хотел рыцарь сверкающих доспех все я отдал все таки а где мои бабки не понял синтез защитное сражение низкого как окей спасибо чеки рыцарь сверкающих доспехов найдите языковой модуль и передать его механику фидоре и сделали я могу идти я свободен до свидания мне тут не хватало вами все это решать будет ролик смотри нет пришли это заливка град эх такой знакомый пейзаж пойдемте и смотрите под ноги давно я тут не появлялась наверняка тут сейчас куча монстров вполне ничего не видно давайте найдем место повыше давай посмотрим сначала на карту ой он небольшой небольшой отлично что так хорошо а к нам нам надо наверх окей пойдем у нас есть времечко у нас есть времечко а шо у вас тут ничего интересного а прогружайтесь текстурки пожалуйста прогружай он просто так смотрим как погружать текстур ой какой кошмар прогрузись лестница прогрузись она не хочет прогружаться он там видите тот дом на холме это старый приют наташа олег нашел меня отправил туда там я провела большую часть своего детства впечатляет роскошный хотел бы я тут провести старый давай вот так наташа рассказала что дом подарил какой-то богатый бизнесмен чем бы он ни занимался он должен быть хороший человек ох как же я скучаю по тем беззаботным дням то нечего сказать нет просто это место кажется каким-то знакомым не бери в голову странная какая-то видишь вон там кучу прилавков это рыночная площадь закрытограда приятно там есть припасы которые нужны наташ идем дальше остерегайтесь монстр так так нам не забывать читать журнал по слову наташи в заброшенной закрытограде могли остаться нетронутые медикаменты ваша с изделия задача забрать их и использовать их по максимуму нет они должны помочь в работе и не считает что необходимо наташа припасы находятся на рыночной площади почему бы вам стало не проверить там да бля и ради бога осторожно впереди враги эти не похожи на бродяг они не бу они будут я тебе не новичок я прекрасно знакома с монстрами фрагмент мы готовимся к бою даже я открываю сундук а я успел а я успел так надеюсь налагать не будет потому что звук меня опять горит огнем ты ебал все пойдем дальше нормально сейчас весь сюжет пройдем он тая за 20 минут сюжет игры хонка я старел за 10 минут это ресторан самый известный ресторан городе наташа приводил сюда детей которые хорошо себя вели на особенный обед а тебе-то она приводила когда-нибудь разве похоже что я была послушна в детстве конечно нет вот уж такое прикольно но мы тебя тоже быстренько долей давайте пожалуйста сделайте все как положено минус 1 давай минус 2 чего вы давайте быстрее живучая тварь вот это конечно это как какой-нибудь комар знаешь рубля тегит ждет блять ты его вроде прихлопнула он еще дальше лить его ловишь он все равно потом из руки вылетает падла уху к комары ненавижу и твари а также куда нам я заблудился откуда пришли а нам сюда вниз я сообразил так у нас есть слева у нас есть право налево и направо можно и туда и туда тут все выглядит прилично и не похоже что это место заброшено много лет после твоих слов мне теперь тоже кажется что это немного неужели еще остались люди быть не может так нам туда а мы пойдем вокруг потому что по логике мы должны все равно оказаться там же только здесь еще может быть что-то интересненькое вот пожалуйста всякие книжечки какой-то аппарат телевизоры какая-то аппаратура все соберем все посрываем что можно они тут нельзя пройти прикинь а вижу там стильный есть чувак которого большой сундук а мы все быстренько по крайней мере закрывка град возможно мы быстренько пройдем и по хера нам так долго проходить есть тут одни узкие улочки он там куча ящика возможно там есть то что нам нужно давайте вы не будете разговаривать осторожно тут могут быть монстры если потребуется сначала расчистим я вокруг а потом уже будем искать припас идите сюда он вас так мало да больше никого нет ладно давайте вот так а почему ты первый нас бьешь уже себе продумали писали против таких как ты у нас ты устроен и песню пой все давай быстро короче давали вот так пожалуйста пожалуйста следующая а пожалуйста бей всех сразу тех на на осталось два минус один давай минус 20 раз до свидания я прям как они будут или становится когда зарянка поет это же круто это же очень и очень круто туда нам нельзя а а почему а потому что уже не позволяет да да значит вот это заперзатель открой а да щас ёпты мышь тут открывай открывай ничего себе ничего себе что мы тут наделали а пожалуйста пигач 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 вообще не стоим не ждем просто бьем его вообще во всю мощь вот у зарянка должна запеть вот здесь ей нужно петь они не сильны двоих сразу а типа ты настолько мощный что у тебя две цели но это ерунда а все остался один босс теперь на него все понятно вот так она быстро и решает так так что ты не забываешь я тебе сказал а еще и лиграм подписка там мне удобнее делиться новостями и это быстрее и по крайней мере там будет появляться все первую очередь ну что там проще всего поэтому пусть и телеграмм пока везде заходи везде подписывайся будем ближе друг другу договориться так я пойдем а вот это сюда дальше что что вы сундучок у нас есть куда я в лесбе гофе а тут что-то можно это починить о пачке добрый день уважаемый урок вам туда тоже приду так значит пока подождет опа не значит не подожди значит пойдем мы починим тоже тут много всего давайте быстро максимально быстро объема те надо было свекли надо пусть поет она поет по крайней мере приятного быть до свидания план давай его починим а то потом мало ли чё это сюда это сюда пожалуйста следуйте инструкциям на панели и подтвердите папа путь зондирования в указанном направлении обнаружены препятствий пожалуйста освободите д д дорогу так смотря куда хочешь полететь куда полетели кажется автомат она нужна тут мешает надо расчистить ему дорогу я расчистим указано направление наружных препятствия то все мы нашли до свидания вертолете вот хорошо когда такие вертолеты понимаешь о чем папа поэтому просто пошли плять круг для чего я просто не понимаю для чего а типа босс что там охраняет жесткая то ли лицо не подожди давай я сам а ну вы уже только один босс остался ладно бей ему положено давайте быстренько с ним разберитесь я надеюсь исправить это будет хорошо надеюсь качество вас тоже будет нормально и качество видео не подведет и не будет лагов звук перестанет греться и все будет хорошо мы его почти одолели уж нормально а время еще есть а время еще есть нормально пытать анусы и ганты ступость или прям нормы все по его раз и мы пойдем вот так вот и вот что он охранял а он просто но всякой а так вот сундук стильный окей а еще думаю что он тут должен на это охранять контроля давай а чё тут не надо ничего делать я не понял так в итоге где мы были вокруг прошли там завал получается там тоже что-то должно быть по-любому да или эти завалы потом когда-то а надо было подбежать я не могу взять а бумажку приба лад будем без бумажки короче она сейчас кажется надо идти в обход смотри а то мы осудил ой почему они все пустые теперь даже монстры собирают припасы монстр фрагментом они нуждаются в материалах которые используют люди а если бы они взяли что-то то уж точно не так аккуратно хочешь сказать что тут кто-то уже побывал это просто догадка хотя тут на земле остались следы запах грязи еще свежий они были здесь совсем недавно когда пойдет нам нужно что-то найти даже если нам придется обыскать каждый закуток этого рынка я уже обыскал вот нам идти дальше видишь а нет а я тут уже все сделал помни здесь юб думать откуда здесь делать эрик вот негодяй кто-то здесь делаешь один разве не знаешь как тут опасно или не указывай я хожу там где хочу и не твое это дело когда ты спрятал материалы умница малыш но чтобы ты делал если бы мы не разобрались с этими монстрами так и прятался бы здесь дрожа от страха кто вообще просит вас лезть я как раз собирался сбежать и ваша помощь мне совсем не нужно упрямишься да расскажи мне как именно ты собирался вынести отсюда эти большие металлические пластины на глазах у этих монстров он даже не разговаривает выход есть всегда перестань он всего лишь ребенок поделишься с нами ребятами они могут они помогут раненым дай мне пожалуйста один припас а ты с ним не любезничай этот негодник очень известный вор в подземье если я правильно помню даже одежду что сейчас на тебе украл у другого ребенка так ведь насчет этого зачем тебе вообще металлические пластины и винты они нужны нам чтобы спасти людей 200 200 счетов серьезно ты еще и торгуешь ты у меня нет с тобой денег это же грабеж 200 счетов это сколько 200 счетов дай мелком немного но кошелек я с тобой не взяла и правда собираешь стать этому маленькому мошеннику деньги говорю вам это его старый трюк нет не в этот раз мне очень нужны деньги мой папа он пытаешься отцом прикрыться если бы он узнал об этом задал бы тебе взбучку ой нет или хватит прям уже пошел ты эрик верно вот возьми что это это медаль подарена мне архитекторами видишь этот синий камень посередине это кристалл и а сущности высочайшей чистоты у тебя в руке пусто такова наебать пытаешь тебе не нужны же деньги для семьи а тебе же нужны деньги для семьи бери покажешь знающему покупателю и он сразу поймет истинную цену спасибо я но ты должен кое-что пообещать ты больше никогда не будешь воровать обещаешь я и обещаю я больше никогда не буду воровать когда договорились если ты нарушишь обещание я приведу серебродивые стражи и лично тебя арестую вот возьми медаль и возвращайся в город мы уже разобрались со всеми монстрами пути спасибо тебе незнакомая тетника а это все можете забрать вы там поосторожнее кажется в этом доме на холме что-то по-настоящему жуткая кстати дорога напротив рынка перекрыта дальше идти придется по торговой улице понятно спасибо за совет но я говорю нам туда и нужно будет эта штука она ведь была очень важна для тебя да уверена что можешь просто так отдать ее эрику если это заставит его изменить свой образ жизни она того стоит а что если он этого не сделает юных лет матушка учила меня прощать и беречь добрые намерения в сердцах людей и пусть я ничтожный огонек в этом мире я должна стараться изо всех сил светить для других я должна дать ему шанс или потому что другие люди не по не могут не понимаю о чем ты ладно пройти дальше эрик сказал что нам нужно пойти по торговой улице я до сих пор помню где это туда я уже без тебя нашел ту улицу коробка металлических пластинных бинтов полная коробка металлических пластинных бинтов именно то что нужно на тар отлично вы обнаружили что преступником укравшим припаса оказался мелкий карманник эрик хотя зелест считала что ему нельзя доверять но добродушная броня все-таки решила выменять у него ваши вещи чтобы отплатить броня за ее доброту эрик рассказал все что знал о сиротском приюте это означает что он раскаивается сейчас ответа нет но возможно вы узнаете об этом в будущем сейчас ваша главная цель попасть в сиротский приют я продал и продолжить поиски припаса окей побежали я знаю что нам туда стопудово вот эта улица прям приют должен быть самом конце этим магазина и вывески почему мне кажется что я видела их раньше но когда так у нас что-то еще есть по ёб твою мать нет ни туда стреляешь не туда пожалуйста быстро она сразу пить на тело ударишь зарянку на начнут пить вот так вот так это работает о молодец подлечил а все как ты шли сильный вообще ни разу так это выход тут какое-то сражение нас ждет получается давай посмотрим здесь что у нас есть есть бесполезная лестница никуда там даже двери нету поселение робот не соблюдены условия для открытия поселение роботов а ну там будет спарок там будет наверно сражение целый вон они думают что они сильные там стоят вы же связаны вы связаны ой их это чтобы я не успел я хотел там посмотреть побегать главное что у нас есть медик если есть медик то вы читай бессмертно главное чтобы все оставались живы здоров и все будет отлично это будет долгое сражение потому что две волны но у нас я я прям слежу за временем у нас есть время чем поэтому это отличный новый если замечаешь что это подвисание какие-то есть это по сути это из того что надевается ноутбук его из-за этого по первым делом я хочу заменить микрофон чтобы он не захлебывал у меня и был адекват а потом уже каким-то образом брать нормальный компьютер чтобы все на нем нормально шло а то его без подвисает и программы какие-то и игры тоже на самых минималках могут визать овощи кошмар но по крайней мере я могу хоть так это все делать все показывать это хотя бы что-то я потому что получаю от вас обратную связь от всех моих зрителей которые довольно приятная и заставляет заниматься этим делом дальше мотивирует так сказать поэтому тем еще раз спасибо за комментарии за ваши лайки это на самом деле очень и очень важно больше полезет будет вход в приют интересно как он сейчас будет может что-нибудь сохранилось тех район подожди они еще не договорили эта лестница похоже сужает да погоди какая листья не увидел там монстр как воздухи разбить да просто идет а как там помогла бахер он я это этот травму понял это травма на всю жизнь то что я туда не выбил мне выбился это плачья я не знаю мне аж до сих пор плаву больно это все вспоминать потому что вот эта имба просто была что она могла хера хера ты побежала все а теперь мы тратим столько времени на это наверное это бы не сработало если бы это был сильный против понял наверно так бы это не сработало это веселое что смешно здесь осужает хорошо почти пришли вот уж не думала что это место хорошо сохранит ничего тут нет если бы все вместе противостояли фрагментом возможно не пришлось бы покидать свои дома никого здесь нет пишу татуха да у нее татушка посмотри а нет не татушку у просила для моими-то минимальными текстурка мы сделали это только времени прошло но это место несколько не изменилось это куда давай сначала осмотрим сиротский приют и что какая а если я хочу вниз нет пусть плюс приютский сирот не сдался да блять эти ящики уже несколько лет здесь лет верно даже если в них есть еще есть какие-то материалы разве их можно использовать думаешь и подземья беспокоит срок годности даже и наличие каких-либо припасов тому по себе чудо ничего ничего пусто почему они все пустые то мог осторожно враг сзади какой большой выглядит стильным я видела подобных монстров только в запретной зоне а мне плевать кто ты смеешь подкрадываться сзади получай ерунда мы сейчас быстро это же сюжет нет а это так работает окей карацию один его одолеет нет поддерживай давай а ты и себя под или ты всех а да неважно окей у нас кто то есть кто его может подали для нас походу никого не чтобы пробивать ладно значит будем просто бить значит просто объем еще делать почему бы и нет давай 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 мы его одолели пожалуйста а это все вот я то что думаю ну трое на дому удочку было бы не так просто ах ты во мне умеваешься но все же сражаться вместе с вами было довольно весело теперь тут безопасно давайте зайдем внутрь мы в детстве играли на улице все время получились некие стадины вот в том углу должны лежать материалы для таких случаев только надеюсь монстры их не уничтожили мне не показалось о чем ты это здание это игровая площадка выглядит очень знакомо что да ладно над мире и подземью были изолированы друг от друга более десяти лет здесь не было ни одного воина сли братьевых стражей если бы к нам туда спустилась принцесса над мире на вось разлетелось бы по всем углам подожди разве что до этого куда возможно это бы объяснил почему мои воспоминания так расплывчатых пошли мне нужно осмотреться чтобы убедиться вот у нее что-то воспоминание здесь вы подходите к входу в сиротский приют и начинаете понимать причину замешательства брони это только догадка на возможно она жила здесь раньше и так для начала вам нужно найти припаса которых вас просила наташ то есть она приемная не даешь мне пройти ладно херствами я беру вот это так тут еще не горит качелька качели все в пыли и не садись грязные же ох воспоминания прямо нахлынули я помню как раскачалась так сильно и все испугались что я улечу чтобы мог подумать что качели приносит столько эмоций вот раз я хотела взмыть в небо и взлететь над мирье это же опасно просто чудо что-то дожила до сегодняшнего дня а разве для кого-то не чудо о чем вы блять разговаривать или конечно улетишь туда прикинь вниз это есть знаешь такие качели и ненависть я найду я может быть ставлю эти качели который прям над пропастью то здесь какая-то игрушка ага выбирай красная или синяя там ничего нету синяя а посмотри сколько лет прошло а следы от зубов все еще на месте следы от зубов ну однажды ребенок постарше потаска добрать у меня игрушку мне было с ним не справиться поэтому я просто изо всех сил вцепилась в игрушку зубами это тактика она вообще спорена опасно только тут еще не мы только тут еще не поискали если память меня не подводит это а вот здесь отлично почти все целое наташа вряд ли ожидает что ее старые запасы пролежали столько лет и остались в прошлом состоянии уже следует проверять срок годности таких средств и спирт если срок годности истек он будет неэффективен верно дай-ка проверю пару-тройку бутылок что это это букля из гарри поттера это букля из гарри поттера это букля из гарри поттера кто-то из моего детства из твоего детства уверенно ты приезжала сюда в детстве наверняка многих детей есть такая игрушка может быть когда-то ты была ребенком нормально а ты ребенком случайно не было да теперь я вспомнила я жила здесь потому как архитекторы забрали меня до того как госпожа как оля удочерила меня я жила здесь я из подземья ты из подземья погоди и ты говоришь как оля верховная хранительница удочерила тебе когда да я приемница выбранная архитекторами в будущем я стану хранительности ведущий белобок почему я не помнила этого до сих пор мои детские воспоминания так размыты то это была слишком мало чтобы помнить и отчетливо как оля должно быть сделала что-то чтобы ты забыла вот так стать она стукнула тебя в детстве головой нет матушка бы так снова не поступила она ни за что бы не стала так делать архитекторы сказали что приемница хранительность выбирается из всех жителей белобога процесс выбора может занять от нескольких лет до нескольких десятилетий загрузочка прошла течение этого времени все дети соответствующего возраста как над мире так и в подземье проходят испытания в итоге выбирается только один ребенок которого сочли достойным должно быть меня выбрали тут и от вниз и отвезли в надмирье то во все руки поскладывали что мы ждем дети против и время приходит уходят даже не думала что среди нас может быть будущей верховная хранительница интересно наташа знает об этом неужели она так долго хранила это в секрете не думаю что она знает выбор преемницы происходит в строжайшем тайне избранный ребенок должен полностью распрощаться со своим прошлым вот так я и стала дочерью госпожи как более моя единственная личность преемница хранительницы я недостаточно хороша для этого каждый день я вижу как и прогревые сражи жертву своими жизнями по фрагментами но у меня никогда не хватало решимости попытаться переубедить матушку я знала что подземье страдает я никогда не пыталась помочь я даже не знала что мой прежний дом пришел в такое плачевное состояние я не способна защищать как они могли подумать что я достойно стать преемницей ты закончила что и причитания так раздражают я и что меня должна была растрога твоя речь ты можешь прятаться в своем 20 оплакивая проблема а ведь это не ты подвергаешь свою жизнь опасности на передовой у нас волнует подземье то будет ли у нас сегодня три еда или доживем ли мы до следующей недели и пусть они тоже огонек в этом мире я должна стараться изо всех сил светить для других разве не ты это сказала если действительно хочешь защитить тех то чего стоишь здесь и ноешь приступай ты права жалость тебе ничего не решает спасибо зеле обычно когда меня одолевают такие мрачные мысли меня кто-то утешает никогда еще никто не осмеливался быть жестко вырвать меня из этого состояния удержать я не умею а вот пару бодрящих пощечин налепить легко я вижу как тяжело твоя ножа зачем-то так много от тебя требуешь как приемница хранить хранительница белобога я всегда должна следить за своим поведением и мыслями да да госпожа броня будущий верховная хранительница из того же приюта что и я вот такая злая шутка судьбы если нас вместе хочешь покажу тебе приют мои это детские воспоминания кристально чистым давай ненадолго вернемся в детство ну окей но мы уже сейчас будем заканчивать нужно позволить этим двоим побыть немного наедине коробка медицинского спирта лезвие она не слишком сильно вывед осталось найти только обезболивающие посмотрю если она врезать она нам туда и и и так что ты еще есть давай быстренько осмотрим это место можем а мы уже все подняться вверх мы не можем хорошо а почему тут ничего не прогружать ли что это мясо просто в парш какой-то а выше пока мы подняться не сможем это откроется только когда мы тут все расчистим нашли спасибо перкист я вас послушала крип нет проблем лара а лара вы где-то а я вас не вижу охранный робот внимание внимание обнаружена опасность я не хочу причинить прида я просто иду мимо по своим делам мне конец защитить клару запускаю режим активной защиты перкинс нет остановись я его уже видела он хороший правда же команда получена опасность устранена деактивация режима активной защиты это место опасно тебе лучше уйти я еще лекарства чтобы помочь раненым девочка может это тебе лучше уйти не давай нормальности поговорим мне нужны лекарства ума лара тоже пришла сюда за этими обезболивающими в лагере бродяг много пострадавших думаю среди шахтеров тоже их если бы все могли просто ловить друг с другом все было бы проще вот держи здесь лекарство поможет то связать тебя со сварагом варок тоже здесь и давай спросим вот так а почему ты со сварагом господин свараг он он моя семья я познакомилась господина сварагом когда была совсем маленькой он вырастил меня и заботился обо мне я очень зажаляю о том что случилось больше шахте господин свараг не доверяет никому из людей кроме клары особенно людям из дикого огня почему свараг напал на нас зачем сварагу вообще было ввязываться в инцидент шахте а нафига он туда вообще полез он слышал что между шахтерами бродягами начался масштабный конфликт он хотел остановить всех чтобы они не пострадали сражаясь за шахты дикий огонь хочет чтобы все покинули подземья но господин свараг хочет чтобы все остались здесь по его расчетам над мире уже небезопасно разве в подземе безопаснее должно быть его системе есть какая-то ошибка так вот почему он стоит на страже у огромного столба не давая людям уйти давай вот да по крайней мере согласно расчетам господина сварага господин свараг говорит что его обязанность сохранения для этого он должен принимать решение которое наилучшим образом защитят человечество фрагментом рано или поздно поглотить все подземье очень похоже на верховную хранительницу и давай вот так фрагменту тут проще заберет я знаю что дикий огонь хочет поговорить с господина сварагом а как бы вы его не убеждали спорок не передумает поэтому пожалуйста доверьтесь паре я постараюсь убедить господина сварага я уверена что однажды он наконец-то прислушает лара ты здесь делаешь ты же зелий из дикого огня я пришла сюда за вас пара рассказы зелий броня о чем вы только говорили почему-то помогает бродягам искать лекарства если они такие замечательные как они могли составить маленькую девочку быть у них на побегушку моя нога у нее не поступает кровь ой отсидел нет и не так пару никто не заставлял просто бродяги живут плохих условиях в их лагере нет даже клиники вот клара и захотела им помочь кроме того на самом деле они не такие уж и плохие все просто хотят выжить госпожа зелия это лекарство принадлежало госпожи наташи можно мне взять немного бродяги серьезно ранены ох понятно тогда давай разделим эти обезболивающие правда нам не нужно сначала спросить госпожу наташу я хорошо я знаю она не будет возражать хотя нам будет сложнее она поймет она всегда понимает отлично спасибо госпожа зеле ты уже уходишь втором городе опасно оставаться мы тебя немного проводим вы все в порядке у клары есть перкинс и не нужно кое-что еще здесь отыскать понятно но будь осторожна и она просто ушла до коробка наташиных самодельных обезболивающих люди засыпают от одного запаха вы догадывать вы догадывать то вы догадывались вещи заберет кто-то еще мы никак не ожидали что это окажется кто-то и знакомый вам ладно не настолько уж и знакомы но раз вы уже встречались то считай что что вы с парой уже одна семья нифига себе а когда вы спросили клару почему она здесь зеле броня сразу перестали болтать и подошли к вам как раз вовремя теперь нужно решить что делать я сейчас буду посмотрю и на этом мы будем заканчивать и где мы ага получается мы идут все открыли до всю карту вроде бы да давайте мы с вами договорим обо нельзя поговорить окей металлические пластины и бинты медицинский спирт обезболивающие отлично это все пойдем доложим наташа в камнеграде думаю мы еще успеем до наступления ночи а мы прошли о миссию как раз прошли класс супер следующее лежащий среди ржавчин передайте припаса на даже вам все-таки удалось договориться вы даете кларе половину обезболивающих чтобы она могла помочь бродягам хотя наташа не похожа на человека который может разозлиться из-за этого вы беспокоитесь когда наташа отреагирует в этом узнать об этом только когда спросите ее лично и так получается получается что нам нужно идти к камнеград прям туда наташи поэтому на вот этом моменте мы закончим прошли мы так очень 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 много учитывая что мы еще испытания проходили не выбили яшну ну и хер бы с ней давай посмотрим что у нас там вообще и почем о по завершите миссистояние прошлого кровь снежной лавиной есть получить награды активируйте или поднимите уровень следов для нас раз это мы сделали открытие 40 любых сундуков это мы сделали купить один товар защиты в магазине игрового мира это мы сделали пройдите воспоминания первого зала забвения такого еще вообще не было держите миссию освоение гнить или гореть этого тоже еще не было увы увы этого не было так на этом значит все давай встанем в девчонку при нас не видно мы не можем с вами красиво короче ладно надеюсь тебе понравилось это видео подписывайся на канал оставляй лайк и комментарий делись этим роликом с друзьями ставь колокольчик чтобы не пропустить новое видео скоро увидимся всего